Приветствую вас! Смотрю, вы прям экспертам дизлайк ставите, прям даже как-то страшно отвечать вам, вот, немного, но на самом деле я хотел бы вам помочь, поэтому постараюсь ответить. Значит, в последнее время пишите вы, после расставания с девочкой очень сложно найти новые отношения, если девочки будто избегают меня. Смотрите, здесь есть несколько моментов, на которые в первую очередь нужно обратить внимание. Первое, это то, что вы расставили с девочкой. То есть, расставание с девочкой в любом случае не могло для вас пройти бесследно, то есть, по-видимому, имеет место быть некая травма, некое переживание, некая такая болезненность, если угодно, вот. И, соответственно, если расставание причинило вам боль, и оно, скорее всего, причинило вам боль, то, ну, совершенно очевидно, что вы этой боли будете хотеть как-либо избежать. То есть, вы будете стремиться, стремиться, вы будете стремиться к тому, чтобы избежать, ну, боли. Вот. И, соответственно, если мы хотим избежать этой самой боли, да, вот, то, соответственно, ну, нужно понять, сперва, что именно вы испытываете. То есть, в чем заключается болезненность ваша и так далее. Вот это, на мой взгляд, одна из самых ключевых позиций, потому что именно болезненность ваша, да, именно ваша болезненность, она отталкивает от вас, значит, девочек сейчас, на данный момент. И, соответственно, нужно, ну, нужно подумать, да, нужно подумать, как компенсировать, как купировать. Купировать. Эту болезненность. Вот. Чтобы вам нормально, адекватно, хорошо, качественно. А можно было бы вести себя с девушкой. Вот. Чтобы вы не отталкивали их. Вот. Вот. То есть, тут нужно, тут нужно определить, в чем именно заключается болезненность ваша. И, соответственно, в чем боль. Дальше идем. Вы пишите, очень сложно найти новые отношения, да, очень сложно найти новые отношения. Вот это тоже такой важный момент, ну, достаточно важный момент. Ага. Достаточно значимый момент. Вот. Для чего вам новые отношения нужны? Понимаете? Ага. Нужно это определить. Нужно это именно определить. То есть, что вы хотите получить от отношений своих. Какие желания. Дальше. Все девушки будто избегают меня. Они чувствуют вашу направленность, ну, вашу направленность на защиту. То есть, они чувствуют, что вы пытаетесь защищаться. Как-то выставить границы, выставить барьеры. Вот. И, соответственно, это приводит к тому, что они вас избегают. Вот. Дальше. Как выйти из этого данного круга? Определить, чем именно вы их отталкиваете. Определить и посмотреть, чем именно вы их отталкиваете. Определить и посмотреть на свое поведение. Да. Именно. Именно на свое поведение посмотреть. Ну, вот. Чтобы, ну, было понятнее, да. Чтобы было адекватнее. И, соответственно, после этого, я думаю, что вы обязательно своей цели добьетесь в том смысле, в том смысле, да, что, ну, девочки перестанут на вас, перестанут вас разбегать. Точнее. Вот. Они будут вас скорее, ну, обратно принимать, начнут вас принимать обратно. Ну, вот. Вот. Вот, в принципе, и все. В принципе, и все. То есть, если вы настроены по отношению к себе как бы критично, да, если вы настроены по отношению к себе критично, то есть, если вы готовы работать над собой, то, мне думается, всё можно, в принципе, поправить. То есть, в этом сложности не будет. А у этого, у этого может быть, так сказать, дополнительный стимул, да, что с этого может быть дополнительный смысл у вашего сценария поведения, в том, что вы изначально боитесь какой-то близости, и изначально для вас было сложно, значит, идти на сближение, либо вам, ну, хотелось в этих отношениях чего-то, чего девушка вам, к примеру, дать не могла. К примеру, к примеру, да, я тут как бы не, ну, не говорю сейчас о 100% уверенности, да, вот, но тем не менее, тем не менее. Вот, вот, в принципе, то, что можно вам ответить. Надеюсь, вам это будет полезно. Чтобы давать более такие четкие рекомендации, да, вот. Нужно вам больше о себе написать. Нужно вам больше о себе рассказать. Вот, и тогда мы сможем вам помочь. Тогда мы сможем сделать для вас, собственно, вот, что-то, и вывести вас из замкнутого круга, в котором вы оказались сейчас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. Продолжение следует...